Достаем лопаты. В Могилевской области введен план «Непогода». Мы выходим почистить нашу территорию. Люди всегда помогают. Как коммунальная служба справляется с обилием снегопада. Праздник с привкусом трагедии. В горках погибли студенты. В результате острого ингаляционного отравления угарным газом. К чему приводит беспечность. И в огонь, и в воду. В городе проходит 20-й турнир пожарных спасателей. Всем крепкого здоровья, тепла, доброты. Что на кону? А также максимальная отдача. Сокращенный день и высокая планка. Экономический подъем Беларуси в прошлом году превысил средний мировой уровень. Насколько увеличились показатели? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Президент провел совещание с руководством Совмина. На рассмотрение вынесено несколько вопросов. Одно из тем стало противодействие выводу капитала. Александр Лукашенко отметил, Беларусь, обложенная барьерами и запретами, живет и работает в сложных экономических условиях. Санкции – традиционная и многократно отработанная практика давления так называемых мировых лидеров на неугодные им страны. К сожалению, это, если можно так сказать, модный экономический тренд. Таким образом, и Штаты, и Европейский Союз давно расправляются с конкурентами. Мы предлагаем иностранцам одни из лучших условий – преференции, льготы, инфраструктуру, ну и, естественно, компетенции. Приходи, работай, но не ради наживы, за счет нашего народа. А если кто-то попытается, есть механизмы противодействия и вразумления. Еще одна важная тема – создание российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Лишних трат быть не должно. От создания этого космического аппарата должна быть максимальная экономическая отдача, подчеркнуло его государство. Опасный газ в горках нашли мертвыми двух студентов. Следователи обнаружили тела 20-21-летнего парней. Накануне трагедии молодые люди отмечали сдачу экзамена, затем устроили посиделки в арендованном гаранже. Ключ находился в замке зажигания в положении «включено», но двигатель не работал. В крови скончавшихся обнаружен этиловый спирт в концентрации, соответствующей легкой степени опьянения. Судебными экспертами установлено, что смерть обоих молодых людей наступила в результате острого ингаляционного отравления угарным газом, который выделяется с выхлопными газами при работающем двигателе автомобиля и накапливается в замкнутом помещении. Угарный газ не имеет света и запаха и действует коварно. Состояние человека при длительном вдыхании воздуха с невысокой концентрацией ухудшается постепенно, ослабевают мышцы и человек утрачивает возможность передвигаться. Болезненный прогноз, тренд на экономику и удобная альтернатива. Многодетным вместо дополнительного выходного предоставили право выбрать сокращенный день. Кто еще может воспользоваться бонусом? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Экономический подъем Беларуси в прошлом году превысил средний мировой уровень. ВВП увеличился без малого на 4%. Основным двигателем послужила промышленность. Рост производства почти на 8. Максимальный выпуск за последние 5 лет обеспечен по грузовикам, легковушкам, автобусам и самосвалам. Поднялись и реальные доходы населения. Многодетным родителям вместо дополнительного выходного в неделю предоставили право выбрать сокращение ежедневной работы. На час раньше смогут уходить сотрудники, которые воспитывают троих и более детей до 16, либо ребенка-инвалида. Зарплата при этом сохранится на прежнем уровне. По прогнозам Минздрава, заболеваемость гриппом и ОРИ увеличится в ближайшие недели из-за распространенности вирусов. Более 50% случаев приходится на детей. Риску также подвержены беременные и люди старше 65. В поликлиниках тем временем продолжается вакцинация. Православные верующие готовятся отметить крещение Господне. Традиционно в храмах пройдет освящение воды. Благословят и купели. У каждого водоема будут дежурить сотрудники МЧС, освод и медики. Неподалеку от мест купания установят специальные обогреваемые палатки и точки питания. Свыше 150 организаций приняли участие в акции «Наши дети». Среди объектов внимания детские дома, школы, интернаты, больницы. Добрый марафон охватил более 2000 ребят. Юным белорусам дарили не только сладкие подарки, но и средства для обучения и лечения. Копейка к копейке в бобрусских магазинах проходит мониторинг цен. Такие рейды управление торговлей совместно с депутатами проводят еженедельно. На контроле стоимость хлеба, круп, молочки, сахара. Смотрят специалисты также на соблюдение ассортиментных перечней. Особое внимание уровню обслуживания, ведь от этого в первую очередь зависит, вернется ли покупатель снова. В городе Бобрусске предоставлен широкий ассортимент товаров. Данный вопрос находится на контроле у губернатора области. С 2024-го система регулирования цен претерпела своеобразную модернизацию. Введен максимальный предел надбавок для импортеров на те товары, которые в достаточном объеме производятся в стране. Кроме того, список продуктов, которые подлежат госрегулированию, дополнился еще 17 позициями. Настоящий коллапс. Непогода парализовала движения в столице и других городах страны. Снегопад в Бобрусске начался еще ночью. Судя по прогнозу погоды, в ближайшие дни у коммунальщиков работы еще прибавится. В первую очередь убирает и подсыпает дороги, по которым двигается общественный транспорт, подъезды к школам, детским садам. В снежной ситуации разбирался Виталий Гаврусев. Погода вносит свои коррективы в работу коммунальных служб при обильном снегопаде. И главная задача – обеспечить пропускную способность транспортной и пешеходной сети. А после – убрать и вывести снег. В городе на Березине задействованы 30 единиц техники и более 100 человек. Проезжую часть обрабатывают противогололедным материалом. Мы работаем в круглосуточном режиме, 24 на 7, без выходных и праздников. На сегодняшний день, с начала зимнего периода, обработку улиц, города и пешеходных дорожек, израсходовано более 7 тысяч тонн противогололедных материалов. С начала зимнего даже периода, более 24 тысяч метров кубических снега, было выведено на места для складирования. В то время как автомобилистам обеспечены приемлемые условия проезда, пешеходам приходится сложнее. Некоторые проторили себе тропинки от подъездов до остановок вместе с людьми в оранжевых жилетах. Сегодня с утра я выходил, ребенка в школу завозил. Здесь уже было все почищено. Опять насыпало, вот опять человек чистит. Как бы вопросов нет к нему. Он молодец у нас. Это радость для здоровья. Это красиво, конечно, с нервом, но надо помогать. Многодетной маме Ирине Прокопчик, воспитывающей четверых детей, отдыхать некогда. Погода не спрашивает расписания для своих действий, поэтому берет лопату с жильцами дома и приходит на помощь. Всегда в непогоду мы выходим почистить нашу территорию. Люди всегда помогают. У нас добрые, отзывчивые люди. Никогда не откажут. Вот и сегодня мы вышли, потрудились, убрали территорию. Кстати, стоянки в Бобруське убирают сами автовладельцы. Инициатива приветствуется. Я всегда свое парковочное место, всегда чищу, где машину ставлю. Я чищу, потом ставлю машину. Оно и себе приятнее. Ходишь, по крайней мере, не в сугробе. Не черпаешь, и детей садишь, ноги не мочишь. Ну, в любом случае, свое место я чищу всегда. Творники дорожки расчищают. Ну, и люди машины свои чистят. Автовладельцам необходимо с пониманием отнестись к уборке снега, не опережать технику при движении, контролировать погодные и дорожные условия. Также не стоит оставлять свой транспорт вдоль проезжей части. При подъезде к пешеходным переходам снижайте скорость движения до минимума и обязательно смотрите по сторонам. Госавтоинспекция рекомендует водителям отказаться по возможности от поездок на личном транспорте. Если все же пришлось сесть за руль, соблюдайте безопасный стиль вождения. Выбирайте безопасную скорость. Соблюдайте дистанцию и боковой интервал. Откажитесь от резких торможений, а также от обгонов. В такую погоду машина нередко начинает уходить в занос, буксовать или застревать в снежной колее. В затруднительных ситуациях набирайте 102 и на оказание помощи оперативно приедут сотрудники госавтоинспекции. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Станислав Чечелин, Бобруйск, 360. Состязание смелых. В городе проходит 20-й юбилейный турнир спасателей на кубок председателя Бобруйского горосполкома. Во дворце искусств состоялось торжественное открытие одного из самых важных событий города. Со сцены в адрес тех, кто ежедневно спасает тысячи жизней, прозвучали слова благодарности. Лучших наградили почетными грамотами, благодарностями и юбилейными медалями. В подарок каждому спасателю – фееричный концерт от МЧС и творческих коллективов. Традиционно турнир приурочен к профессиональному празднику. Город Бобруйск – один из крупнейших городов Могилевской области, наверное, нашей страны. По сути дела, поддерживает добрые традиции, оперативная обстановка, управляемая. Ну и, наверное, важен факт, что имеем сегодня возможность принимать турнир благодаря поддержке мэра Бобруйского горосполкома. Хочу поздравить накануне праздника всех своих коллег с Днем Спасателя. Пожелать всем крепкого здоровья, тепла, доброты, любви их всеми. Всего в турнире на Кубок председателя Бобруйского горосполкома принимают участие 14 команд. За победу борются сотрудники МЧС как из Беларуси, так и из других стран. В программе состязания по волейболу, пожарному спорту и мини-футболу. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!